Сейчас уже новые гости к нам приходят, приходят для того, чтобы зайти на нашу площадку И вот мы видим у нас звезда Ютуба, Григоарт, Григориан Артём Артём, какими судьбами, что ты здесь видишь, для чего пришёл И как тебе вообще вот это мероприятие, которое ты сейчас наблюдаешь? Привет всем, я уже второй день сюда прихожу В общем, прихожу пообщаться, увидеть знакомые лица, новые лица Посмотреть, как тут проходит вообще фестиваль, я люблю такие, так скажем, мероприятия Тем более не часто они проводятся, ну я не знаю, даже в Москве, не то что по всей России Поэтому, как и говорю, много знакомых лиц, нравится, как тут проводят время люди, оборудование крутое В общем, потусоваться пришёл, на тебя посмотреть Да, классно, спасибо, Артём Артём, будешь ли ты ставить сегодня хорошее время для того, чтобы побороться за приз? Слушай, конечно, а что, если дадут возможность, конечно, поставлю, проблем никаких Давай, будем за тебя болеть, давай, удачи Вот, итак, друзья, видите, у нас площадка всё наполняется, наполняется Всё больше и больше народу приходят на нашу замечательную площадку в мега белая дача И мы вас ждём, и впереди нас ожидает много интереснейших ивентов Прямо здесь, прямо на площадке И в ближайшее время будет и розыгрыш, и заезд с подписчиками у Павла Кускус Рейсинг Итак, вы видите, как сейчас на подиуме Павел проводит кастинг своих оппонентов Кастинг своих подписчиков Я предлагаю первую группу поехали, те, кто прям уверен в себе, кто молодцы Кто едет в СПА, мы будем кататься на трассе СПА 2.21, кто 2.22 едет Кто едет 2.23, кто сомневается в своих силах Вы не переживайте, мы сейчас первый заезд откатаем и поменяемся То есть те, кто ездили, уступят место второй группе Вот, и мы все таким образом прокатимся по райзику быстренько Всё, Павел, идите с ними на сцену Должно быть 20 человек Все, кто чувствует в себе силы и те, кто выходит из 2.20 на СПА Пожалуйста, приглашаю вас на сцену И вы сейчас сразитесь и с Павлом, и между собой Итак, у нас на сцене сейчас должно быть 20 человек Павел, считай, сколько у нас? 15 Всё больше никто не чувствует в себе силы Никто не выходит из 2.20 Вот ещё 2 человека Всё, отлично Давайте теперь рассадимся по кокпитам Наши сотрудники в белых футболочках с надписью SMP Racing eSports вам в этом помогут Занимаем кокпиты, настраиваем их Сейчас мы с вами имеем 10 минут на то, чтобы усеться за кокпит Провести тренировочные заезды Буквально это получится по 1-2-3 круга Отрегулировать руль, педали, сидение Разобраться с кнопочками После этого нас ожидает 5-минутная квалификация В течение 5-ти минут вы должны показать время Всё очень сжато За 5 минут на спам можно проехать Ну, от силы, наверное, 2 круга И поэтому нужно пытаться поставить время сразу Далее будет 3 минуты для того, чтобы подготовиться к самой гонке Между квалификацией гонки И гонка будет продолжаться 12 минут 5 минут квалификации Поэтому готовимся Регулируем Настраиваем И, ребят, давайте вам всем удачи Павел, я тебя немножко помучаю Какие у тебя ожидания перед этой гонкой И победишь ли ты сейчас всех? Тут ведь ребята достаточно сильные Ну, точно нет Потому что SPA не самая моя любимая трасса Я вообще хотел Сузуку проехать Но она не у всех есть Не каждый на ней катался И плюс здесь всё совсем другое Да и я вообще сидел на том симуляторе Где очень тугая педаль тормоза Здесь она, наоборот, мягкая Но главное нам проехать красиво Не разбиться Не устроить там трэш, завал Хотя без этого точно не обойдётся Вот, но там точно есть очень сильные ребята Которых я не объеду Я сам, если честно, еду 2.21 Блиц-опрос Какой автомобиль выберешь? BMW Всё, давай, удачи, не отвлекаю И так вот, видите Секрет информации Павел выбирает у нас BMW И проходит оружие пол Григорь Так, я тебя немножко отвлеку На пару буквально минут Какие ожидания у тебя от гонки? Насколько ты знаешь, спа На каком автомобиле едешь? Спа я знаю очень хорошо Правда, не в этой игре В Asset-корс компетенционе Предпочитаю BMW Ну, как самый лояльный автомобиль Поэтому поеду сейчас на нём Осталось только фидбэк настроить И сейчас попытаюсь заехать в топ-5, в топ-3 То есть у меня ожидания очень высокие Я даже босиком сижу Сейчас будем рвать Отличный настрой Не будут тебя больше отвлекать Давай, удачи И пожелаем удачи Также и всем остальным участникам Но мы уже видим Что здесь среди участников Есть не простые люди Не те, кто просто так вот пришёл и сел А есть действительно Такие виртуальные Матёрые пилоты Посмотрим, что у них получится Самое главное, ребята И всем пилотам Пожелаю сейчас не мешать друг другу Потому что шансов показать хорошее время Буквально будет один круг То есть один круг надо будет проехать хорошо Мешать друг другу совершенно ненужным Выталкивать, блокировать и так далее Это всё приведёт только к негативным результатам Для всех остальных Итак, дорогие друзья Здравствуйте, здравствуйте Надеюсь, меня слышно Закусы отдельно буду болеть Потому что это на самом деле Очень давная история Меня как люркующего зрителя Паши Который заходит на его гонки На треке спа И молится просто Чтобы Паша прошёл красную воду И не улетел никуда Это отдельная забава Реально интересная То есть я прям не моргаю Мне реально очень интересно И постоянно за него болею По именам Правда, немножко трудно Здесь будет ориентироваться Строго говоря Но в режиме инкогнито Может быть даже интереснее будет Григард тоже у нас сегодня участвует Я видел, да Он садился, настраивался И вот он выбрал BMW Потому что понятно Действительно всё правильно на самом деле По словам, машина действительно Достаточно лояльная И одна из тех самых автомобилей Восетку с компетенциона На которой ты садишься И ты всё Ты сразу поехал на самом деле Посмотрим на времена У нас почти догнали Первого идущего как раз человека Вот на Ferrari 51 номер Да, вот о чём я как раз хотел и рассказать Потому что Ferrari, например По сетапу надо настраивать на самом деле Ferrari ещё второй сектор собрал Третий у нас пилот под номером 15 Собрал третий сектор быстрый И соответственно первый пилот под номером 4 Собрал первый сектор быстрый Гонка супер-супер экстра Супер спринт 12 минут Это буквально несколько кругов на спа По ощущениям, строго говоря Ну пять, да Пять с половиной здесь, наверное, будет По поводу номеров Наших медийных гонщиков Как минимум Паша, опять же Кус едет под номером 2 Если я правильно понимаю И вот, дорогие друзья Вот у нас старт уже Кто-то, судя по всему, по местам не собрался Красную воду мы смотрим прямо сейчас Вроде более-менее чистенько Весь полетон проходит Кто-то широковато выходит, я вижу Но, по-моему, чисто вот сразу после Прямой сейчас будем смотреть Да, да, всё-таки Всё-таки кого-то здесь, конечно, нокаутировало Номер 8 у нас улетает Грегард Плей, кстати говоря, под номером 3 То есть как раз вот то, что здесь подписано Черепение, это всё неправда Это на самом деле Грегард едет Так что будем смотреть Опять же, следить за ним По поводу Куса, как вы видите Он пока живой Он пока даже на втором Второй номер, да, на четвёртой позиции И Грегард вот как раз с Кусом По факту будут кусаться Прямо здесь, прямо сейчас Под номером 4, дорогие друзья У нас Сергей Ершов, если что, едет Это сейчас человек, который держит первую позицию То есть уже приятно, уже хорошо Ну и вот смотрим, как Артём, опять же, Грегард доберётся до Куса Потому что, ну, доберётся Мы точно видим, да, что доберётся У кого-то здесь не совсем всё получается У нас местное ралли на газоне Вернуться просто нереально Единственное, на что можно рассчитывать Опять же, это если кто-то, как говорится Кого-то тоже унесёт Бог знает куда Машину передедущую В целом ничего страшного Потому что в данном случае Ничего страшного особо не случилось И до красной воды Вот это конкретно красная вода Может быть довольно опасная Потому что это уже явно не первый круг И здесь уже идёт реальная борьба за позиции Да, потому что обычно на первом круге Сразу все проходят аккуратно Ну, потому что это первый круг, да Потому что если ты аккуратно не проходишь Ты куда-то как бы улетаешь Сразу видно ребят, которые выходят Супер-супер-супер широко И конкретно в поворот не попадают Скорее всего получают Естественно, да, за это с резкой предупреждением Но важный момент Так как гонка очень короткая То, возможно, это не будет иметь колоссального значения Здесь, в Аликумбе Бок о бок ребята идут И почти сорвало одну из BMW Но вроде почти сорвало другую машину Одну из Ferrari здесь Вроде ловится и та, и та Сверковато после Аликумба Выходит один из автомобилей Опять же, несколько боевых позади Дальше заход в Брюссель Петелька, напомню, да, здесь идет вниз Соответственно, балансировка веса И торможения несколько меняется И неподготовленные ребята В общем и целом могут здесь улетать В свое время я был тоже достаточно неподготовленным Как минимум Тоже улетал, если что Номер пятый Дорогие друзья, собирают лучший круг Пока что на треке Запомним Мало ли вдруг пригодится А вот по поводу наших, как говорится Медийных ребят Вот второй, третий номер Пока друг за дружкой так и едут Брюссель пытается Куса догнать И я замечу, не все так просто Потому что более чем полсекунды До Паши Кускуса там Артема Григартова И вот, ну будем смотреть Номер четыре пока на первой позиции Уехал вообще от всех То есть пасы от всех завалов Все у него, видимо, хорошо Здесь и продолжаем дальше Дорогие друзья Смотрите, есть даже уже Вдруг одна дисквалификация Есть один драйв-тру Кто ему до драйв-тру здесь Потому что, к сожалению Очень тяжело, да Вот спад далась В данный момент времени Тем не менее Единственное Ламборджини у нас Пока на шестнадцатой позиции Номер четырнадцать Продолжает ехать далее Пятьдесят первый феррай Кстати говоря, держится в топ-3 Очень даже приятно И по поводу конкретно Вот какой-то ближайшей борьбы Григард А, все-таки Пашу Куса перегнал Вы посмотрите Занял четвертую позицию Можно нам показать Номер два или номер три И Павел даже подотстал Вот на секунду И здесь кускус нам Дорогие друзья показывают Проходит красную воду Паша, давай И не широко, чтобы Ну прям Вот это Вот это я понимаю Это когтент, дорогие друзья Вот это прям хорошо сейчас было Аккуратненько, четенько Прям Сладость вообще Сладость-радость И пытается, да, догонять Насколько я понимаю Впереди Идущий автомобиль В том числе И зарубиться С другим нашим Медийным ютубером Здесь Оооо 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 Бок-обок, бок-обок Бок-обок, дорогие друзья Выходит из Лекумба Дальше в Брюссель Ну Здесь Вот немножко поджимает Да, кускус И здесь Артем Оно 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 в Брюсселе Может быть в Перекрест Более поздний Тается Паша Но не в Перекрест Все-таки в строчку Дальше Так И вот Конкретно из этого поворота Выход на самом деле Довольно тяжелый Может быть Но вроде все довольно ровно И широко Да, тоже трассу используют Тоже молодцы ребята здесь Все понимают Как говорится Шарят за тему Дальше Выход в ПОН Точнее я бы сказал Дальше в ХОН И сейчас мы смотрим На выход Сохранение скорости Не перекручиваем руль Да, потому что Опять же Не терять Лишнее количество скорости Возможно На более позднем торможении Можно было бы Попробовать Артема догнать И кускус Видите, да Вот прямо на хвосте здесь Но пока Немножко далековато То есть пока нужно Скажем так На расстояние Вытянутого копья На расстояние Атаки подъехать Для того Чтобы получилось И вот Те самые задние Прямые Опять же На СПА Перед Перед Блон Шимоном В первую очередь Могут попробовать О, просто как ракета Летит Кускус Просто как ракета Но будут ли они В окопах Блон Шимон Заходить или не будут Или без контакта Блон Шимон Попадают Вежду Просто проходят Какой-то там парень Пил чай И бамбук Ну там Не пил бамбук У нас Family Friendly Контент Делал немножко другое С бамбуком Нормально Нормально Дорогие друзья Нормально У нас Гонка утренняя Я это самое Дед-то старый Уже у меня сейчас Давление поднимется От такого Прекрасного Просто великолепия Здесь Хорошо Пока живы Пока живы Оба Что самое смешное Один прошел Более широко Второй Опять же Ближе К нашему основному Как говорится Треку После Блон Шимона Ближе к дороге Повернулись От человека Который Ровно в поребрике Просто там жил Ох Большие вопросы Конечно Ох Так Красная вода Еще и в разряженном воздухе Опять же В слепстриме Немножко тяжеловато Здесь Может быть удержаться Но нет Все довольно ровно От Кускуса Пытается дальше Атаковать Григарта Бок о бок На прямой Кемеля Дорогие друзья И вот Ну В Лекумбе на самом деле Если по внешней Успеет пройти А успел же Во-первых Взял позицию И еще Здесь Ну то есть Григард вообще ничего Пока что не смог сделать Вот это борьба Черт подери Вот это борьба Потому что Ооо В Лекумбе Кто-то раскатался Номер первый Как я понимаю И еще Было там Несколько ребят Так Кус пока Едет он Кстати сейчас На ваших экранах Видно что Как бы Паша вообще не моргает На самом деле Для того чтобы Не пропустить Апексы Чуть-чуть вот Широковато выходит Ловит автомобиль То есть Не так просто Это дается здесь Не так просто Это сделать Вход в ПОН Здесь кстати говоря Артем может Чуть попозже Я думаю Про атаковать Кус-Куса Я думаю что Вот сейчас Думает Подготавливает Атаку Как раз Григород на ваших экранах Сейчас Во врезке Справа снизу На экране Ну От поребриков Немножко тяжеловато Видите да То есть По управлению По рулежке Немножко Доводит автомобиль Немножко вот Местами нервно Но при этом Чтобы темп не потерять Как бы Опять же да Очевидно что В поворот Ты заходишь На максимальной скорости На которой Возможно технически На таком-то автомобиле Опять же да На же Т-3 классе Зайти в поворот Так что здесь В принципе все понятно Но в общем и целом Павел кстати держится Посмотрите То есть Это очень далеко От расстояния Атаки Блоншемон ребята Чисто пройдут Здесь уже нет Машины посередине Которая стоит И там пьет чай Но дело в том Что и в Шикане Тоже нет Расстояния Атаки Понятно что Благодаря Чистой дороге И несколько более Позднему торможению Можно реально подъехать Ближе Что как раз Григород и делает Подбираясь Кусо Как можно ближе И вот вопрос К петельке Ля Сорса Кстати говоря У нас 15 номер Которая идет на первой позиции Во-первых Взял первый круг Во-вторых Там у нас борьба За первую позицию Если что Тоже Помимо наших Медийно-медийных Прям лиц И вот смотрим Красная вода Тоже сейчас Ошибется ли кто-то Размотает ли кого-то Потому что Здесь на самом деле При таком давлении Со стороны На самом деле Грубо говоря Обоих пилотов Может быть все что угодно Ходят Аккуратно По-моему выход Более интересный Да Кто-то выходит широко И это по-моему Паша Соответственно Артем будет скорее всего Догонять на прямой кемеле Насколько я понимаю Но Если вы видите Да как бы нет Не совсем Слушайте Да как бы нет Казалось бы Выход по более широкой дуге Потенциальная потеря скорости Потому что Ну несколько более В ранофф зоне Более абразивный асфальт Да После Родиона После Порта Родиона Но нет Так быстро все не получается У Артема здесь И того чтобы Пало догнать Причем Очень важный момент Здесь то что Кускус Не то чтобы прям Кроется на каждом повороте Чтобы терять на этом время И терять скорость Выхода например То есть Тут грубо наверное Ну пополам на пополам Или даже 70 на 30 Большинство поворотов Он проходит чисто Как будто бы Заде никого нет Это очень хорошая тактика И когда уже совсем Его Григорь начинает напрягать Там уже как бы Кроется Чуть-чуть времени теряет Но я еще раз напомню Между ними Жесткая непримиримая борьба Здесь Между первым и вторым местом У нас тоже есть Борьба Еще раз повторюсь Между 10 и 9 местом У нас есть борьба А все остальные Более-менее Насколько я понимаю Распределились довольно ровно Между седьмым и шестым Тоже местом есть И некоторая борьба Но Там Еще доехать надо Там около полусекунды В размене времени Там и дисквалифицироваться То есть просто еще поехать круг Да С удовольствием И ладно А нет Все по-джентльменски Все По вежливым правилам Она здесь Артем Все-таки присоедует Куса Нырнет ли на внутрь Нет Нет Паша кроет Внутреннюю сторону И в перекрест Наверное Да От Артема в перекрест Ага Да-да-да-да-да Дорогие друзья Вы посмотрите Более На внутреннюю траекторию Но не хватает Вот прыти для того Чтобы в базу влезть И встает в итоге За Пашей Артем в итоге Встает за Пашей Идут У красной воды Посмотрите Насколько близко друг к другу Как бы здесь ничего не случилось Так Первый поворот У Руш Родион Вот того Кто сзади идет Немножко Чуть-чуть подразматывает В том плане Что тяжело Держаться в драфте Да В разряженном воздухе Проходит Гораздо более медленный автомобиль Смешно Но опять с двух сторон Очень интересно Так же Как и в Блон Шамоне У нас недавно Здесь было Самый эмоциональный момент Этого суперэкстра Спринта со зрителями Так Ну вот после Опять же выхода Из связки Лекомб В заход В Брюссель Не вижу Что более позднее Торможение Здесь Для Грегарта Смогло бы сработать То есть Здесь иногда Бывают Ныряют Во внутреннюю сторону Как бы Отбивая Человека Которая Которая Впереди Тебя Идет На Внешнюю Это прям Суперагрессивный Мув На самом деле И бывает Заканчивается Очень неудачно Но бывает Заканчивается Довольно Удачно Для того Кто ныряет Но не в этот раз И у нас Дорогие друзья Последний круг Как раз Да Вот уже Он Начинается И продолжается Вообще Его половина Строго говоря Прошла И все-таки Кто Из медийных Лиц в том числе И из тех Кто впереди У нас идет Заметь Это номер 4 Первое место В трех десятках Позади номер 15 Полсекунде Феррари Опять же Номер 51 Тут конечно Так не угадаешь Но Феррари Наверное Будет сложновато Пройти двоих А вот Насчет номера 15 Пройти четвертого Бы Вот это вот интересно Потому что Они прямо здесь Очень близко друг к другу Но круг Стремительно кончается То есть После выхода Блон Шимон Наверное Потому что Боковок Блон Шимоне Я вижу здесь Не получится сейчас В строчку Ребята Вот после вот этого выхода И конкретно в Шикане Более позднее торможение Вопрос конкретно как Потому что вопрос Открытый Сложный Видите Немножко более поздняя Внешняя траектория И у нас буквально Последний поворот И Бэймэ не пускает Предыдущая Бэймэ Она просто Она не пускает Так Здесь что-то случилось Между Кусом И Артемом Они Судя по всему Друг в друга Немножко Ну поцеловались Короче говоря Будем это Наверное так называть Так как Артем Насколько я понимаю Вероятно Он был зачинщиком Потому что он Если видели Куса Пропустил Соответственно По джентльменскому соглашению Он Паша пропускает Шикарная борьба Между Как минимум Да Нашими двумя Медийными лицами Между Григардом И Кусусом Просто шикарная Вообще Настроение у пилотов У наших медийных личностей Отличное Они улыбаются А значит Несмотря на то Что происходило на трассе Это все Это все игра Итак Что между вами происходило Каким образом Вы так сильно боролись И что произошло В самом конце В самом последнем повороте Павел Давай начнем с тебя Ну Григард со мной игрался На самом деле Он бы мог меня обогнать И не раз Вот Но у нас была такая Там интересная борьба с ним Ребята Первая тройка молодцы Уехали Всю гонку боролись До самого конца Вот От начала Прям они отъезжали 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 И все дальше 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 Я надеялся Что они там расшибутся В конце концов И мы тут что-то объедем А в итоге Мы с Григардом расшиблись Оба На последнем повороте Слушайте Ну оказывается Всю гонку Паша не знал Что сзади еду я Поэтому Можно было бить Бить сильнее Но Я на самом деле рад Что такая борьба получилась Я смог Аккуратно Это все Организовать Так сказать Я стоял Старался сильно Не напирать Потому что Было видно Что у Паши Преимущество на прямых Он просто улетал от меня Но у меня машина Лучше была в поворотах Я шестое крыло Я шестое крыло поставил И из-за этого Ничего не мог сделать На Кемеле Но постарался Делать все аккуратно Вплоть до последнего поворота Там же Сами понимаете Все дайвер Дайвер последней надежды Я старался максимально Близко к нему держаться Прыгнул Но Паша уже пошел в поворот Я его ударил Ну и по джендельменски Подождал Пока он Обгонит и финиширует Пятое место Как я и сказал Пятое Ну хотел на третье конечно Но увы Чуть-чуть не попал в настройки Опыта Опыта В ЦЦ Мне немножечко не хватает Спасибо всем Мне очень понравилось кататься Спасибо Паша Ты крутой пилот Да спасибо ребятам Они показали нам действительно Крутую борьбу А мы сейчас Проходим на процедуру Награждения Тех трех победителей Которые в этом заезде Заняли Первое, второе, третье место Пойдемте Поздравим их И наградим Итак Кто у нас занял Третье место Меня зовут Даниил Мне 17 лет Я Симрейсингом всерьез Ну с рулем занимаюсь Где-то пару лет Конкретно в этой игре У меня где-то 600 часов И в принципе Ну в каких-то треках Я хорошо еду Сейчас Могло быть лучше Но мне кажется Отличная гонка была И довольно плотная борьба была Мне очень понравилось Отлично Видите Человек получил и удовольствие И выиграл наши призы Поздравляем аплодисменты Друзья Поддержим аплодисментами Поздравляем тебя Итак Второе место У нас завоевал Андрей Андрей Сколько тебе лет Как давно ты занимаешься Симрейсингом Мне 16 лет Ну занимаюсь Симрейсингом Где-то с начала этого лета То есть Ну даже года еще нет Вот Ну Именно в ССН Вот У меня накатана 600 часов Ну Ну здорово Эти 600 часов Сейчас переросли Во второе место И кто у нас победитель Кто у нас занял Первое место Приглашаем И бурные аплодисменты Друзья Поддержим Как вас зовут Сколько вам лет И сколько вы Занимаетесь Симрейсингом Зовут меня Яршов Сергей 39 лет Занимаюсь Ну так серьезно Года полтора Всю жизнь мечтал Участвовать в гонках Ну так не сложилось Вот так скажем Да По четвертый десяток Увлекся Нравится Да Поздравляем И у нас сейчас Не расходится